МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, разрешите поздравить вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Но, думаю, среди должников республики найдется немного тех, кто обратится к вам с поздравлениями. Скажите, много ли долгов у жителей Мариел и за что в основном не хотят платить? Если взять период по октябрь месяц, значит, на взыскании находилось в службе судебных приставов 8 миллиардов 300 миллионов рублей. И если перевести его на количество исполнительных документов, это получается где-то 320 тысяч исполнительных документов нам поступило. Основные такие ущелья сосредоточены по направлению взыскания долгов по кредитным обязательствам. Потому что из всей суммы, которая находится на взыскании в службе судебных приставов по республике Мариел, это 30 процентов, это по кредитным обязательствам. Это на взыскании находилось 2 миллиарда 800 миллионов рублей. На сегодня остаток составляет 1 миллиард 800 миллионов рублей. Скажите, а насколько просто найти должника по базам каких-то государственных ведомств? И какие меры самые действенные? То есть после чего люди начинают платить по долгам? Мы, возбуждая исполнительные производства, принимаем все меры, чтобы найти этого должника. И принимаем все меры. Кстати, недавно мы начали размещать биометрические данные на должников и размещаем на сайте ФСП Республики Мариел. На сегодня размещено 39 таких должников. Ну, в основном это злостные неплательщики алиментов. Вопрос мы выносим каждый день, контролируем работу и принимаем весь спектр мер принудительных, которые может судебный пристав исполнитель в этом направлении принять. Это и арест имущества. Это ограничение постановления об ограничении выезда за пределы РФ. Какой вы видите выход в решении проблемы копеечных долгов, когда из-за нескольких рублей долга приходится включать всю систему судопроизводства? К сожалению, на сегодня это остается проблемным вопросом, потому что в основном это штрафы ГИБДД. Они поступают и 100-рублевые штрафы за превышение скорости. К примеру, мы знаем, как водители и 300 рублей, и 500 рублей, и до 1000 рублей. Их очень много. На очереди у нас находится такое мероприятие по СМС-уведомлению. Сейчас находится на стадии заключения договоров с компаниями сотовыми. И я думаю, с 1 января следующего года это дело заработает. И некоторые должники, они будут узнавать по поступившим СМС, что у них есть долг. И в продолжение темы. Скажите, а насколько дороги долги, то есть сколько федеральная служба тратит на взыскание одной задолженности? При возбуждении исполнительного производства тратятся силы и средства. Средства какие? Значит, это бумага, почтовые марки, отправление по корреспонденту, да? Все это деньги. Поэтому из расчета на рубли мы переводили, это где-то 500 рублей. Только на каждой исполнительной производстве 500 рублей. 7 лет служба судебных приставов существует как юридически самостоятельная структура. Скажите, как за это время изменились ваши цели, задачи и полномочия? Сделано очень много, естественно. Конечно, 101-й это мой как юридическое лицо. Главный судебный пристав до этого был как заместительным начальником управления, стал руководителем управления. И вся организационно-штатная структура, она, естественно, стала сейчас за 7 лет на ноги. По количеству личного состава выросло вдвое и составляет где-то 550 человек на сегодняшний день. Взято под охрану в рабочее время все суды Республики Мариел. Один суд, это арбитражный суд Республики Мариел, взят под круглосуточную охрану судебными приставами. На очереди в этом году взятие под круглосуточную охрану Верховный суд Республики Мариел. В средствах массовой информации много говорилось о выселении неплательщиков за услуги ЖКХ. Но пока, насколько нам известно, крайние меры в нашей республике не принимались. Получается ли посредством судебных производств взыскать средства и в каком объеме они взыскиваются? Конечно, здесь вот те рейды, которые мы осуществляем вместе с представителями ЖКХ, мы их регулярно осуществляем во всех населенных пунктах. В принципе, результатов таких больших не достигли. Но, тем не менее, если на взыскании находилось 162 миллиона, сегодня остаток составляет 92 миллиона, 65 миллионов мы взыскали денег. Это, в принципе, неплохой результат, лучше, чем в прошлом году. Насколько нам известно, судебные приставы имеют право проникать в жилище, даже если хозяина нет дома. Скажите, часто ли пользуетесь таким правом? Это является крайней мерой для судебного пристава-исполнителя, когда уже все принятые меры не дали результата. Но мы на сегодняшний день таким мерам ни разу не прибегали, за исключением, когда осуществляется принудительный привод. Принудительный привод постановление судья вносит с указанием, что судебный пристав может войти в жилое помещение, если он точно знает, что там находится то лицо, которое необходимо осуществить принудительный привод. Николай Александрович, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Спасибо, что пригласили. И, пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим профессиональным праздником всех работников Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Мариел, ветеранов, которые внесли свой вклад в дело развития нашего управления. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе. Спасибо. Спасибо.